Ой, люди добрые, красные молодцы, да, вернее, не красные молодцы, добрые молодцы, красные девицы, красные молодцы, добрые девицы, короче, всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал, продолжаем тему пустых баночек, что я уже использовала и беру еще. А, значит, я вам показывала, восхищалась вот этим средством, вот оно, да, хорошая штучка здесь осталась немножечко на дне, кстати, между прочим, можете давать своим знакомым, кто еще не пробовал этот продукт, чтобы попользовать, понять, есть ли на него какое-то раздражение, и чтобы человек мог распробовать, ну, можно, чтобы было чуть больше на дне. Я, например, у меня знакомые с удовольствием так могут попробовать какие-то остатки, но это, что это значит? Это значит то, что один продукт у меня закончился, а второй я беру. Все. Значит, это уже, не знаю, фаворит, да, можно сказать, что это фаворит. Ой, сори. Держи. Так, значит, да, 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 и еще раз да, есть ли в составе алюминиум, есть, но это тогда, когда вы идете на прием к английской королеве. А в других случаях, если вы прямо такая, радеете за все экологически чистое, ну, можете использовать присыпку, например, какой-то тальк есть в Арифлейме. Девочки, рекомендую вот это очень-очень сильно, Эвелин, сыворотка для роста ресниц. Вот здесь вот он показывает, что действует с первого раза. Да, ресниц подчеркивает, их становится больше визуально, потому что среди наших ресничек есть очень-очень много мелких волосков, которые мы почти не чувствуем и не видим. И то же самое с бровями у нас происходит. Там есть очень много мелких волосочков, которые мы не видим. Вот этот продукт, он их подчеркивает, обволакивает, делает заметными. И, соответственно, если сверху еще тушь, ресницы насыщенные, их много, они густые. В общем, для тех, у кого совсем там все реденько, я бы рекомендовала, тем более цена очень бюджетная и хватает надолго. Я израсходовала вот такой лифтинг-гель и переместила сюда кокосовое масло из Таиланда. Вот. Пока тепло, пользую понемножечку. Когда будет холодно, я перелью в емкость, с которой я смогу проще набирать, потому что вот эти пульверизаторы, помпы, они не работают, когда продукт замерзает. Вот, соответственно, уже израсходовала вот пустая коробочка. И я взяла себе новый, новый-новый, ни разу не пользованный. Рекомендую, да, рекомендую. Хорошая штука, обожаю и люблю. Особенно в жару. Это лето нас не особо радует. Вот еще гиалуроновое ночное желе от Новосвит. Да, рекомендую. У них есть еще вот такая гиалуроновая сыворотка. Гиалуроновая кислота и коллаген. Да, Новосвит. Самый бюджетный бренд и самый... Один из самых, я бы сказала, классных. Вот. Гипоаллергенная отдушка. Аромат очень приятный. Аквагель. 24 часа. Рекомендую. Рекомендую. Так, тут у меня еще остаток. Я его добью. Я думаю, что в России каждый человек хотя бы раз пробовал это. Если не пробовал, то видел на полочках, в ванных, комнатах у ваших друзей, знакомых, родных и близких. Скраб очищающий. Сильно втирать его в кожу не нужно. Легкими массирующими движениями. Скраб работает тогда, когда он применяется не чаще трех раз в неделю. Я применяю реже, два раза, один раз. Но это хорошая штука. Я брала и буду брать. И не планирую ни на что пока менять. Работает в зимнее время, либо тогда, когда ваши губы требуют увлажнения, заботы и лечения. Сос восстановления. Да, это правда сос восстановления. Чудес не бывает. Я думаю, что там содержится гормон, который усиливает регенерацию кожи и все трещины, вот эти ошметки кожи, трещины кровавые на губах, которые зимой у нас появляются. Как раз все нормально работает за счет таких компонентов. Потому что, ну, не бывает чудес. Гель классный, да? Люби, доверяй, но проверяй, не вея сос восстановления. Буренка, наверное, третья в моей жизни. Что-то она мне уже поднадоела. Но работает на пересохших пяточках, работает на темных локтях, которые ничем, огрубившую кожу не разбавить. Вообще рекомендую, но сейчас я пользуюсь более легкими текстурами, потому что лето. Так, это мы проехали. Это мы проехали. Вот такой вот увлажняющий крем я беру, наверное, уже шесть раз с прошлого года. Он у меня в мастхевах. Хорошо работает как база под макияж. В общем, всем рекомендую. Пользуйтесь, пробуйте. Он достаточно неплох. Я бы сказала, даже хорош. Я бы даже не побоялась этого слова. Великолепен. Антиоксиданты защищают клетки от преждевременного разрушения. Новое поколение увлажняющих, омолаживающих текстур на основе гиалуроновой кислоты, коллагена и мощных антиоксидантов. Классная штука. Я чувствую, как он работает. Это пустая коробочка из-под улиткового крема, который мне прислали из Малайзии. Она уже, баночка на исходе. Скоро покажу в пустых баночках. В общем, буду ли брать еще? Да, однозначно буду. Стоит ли своих денег? Да, стоит. Девочки, вот мне подарочек привезли. Глинка пересохла. В общем, все, что связано с глиной, не рекомендую на возрастной коже, потому что вытягивает влагу. Все без комментариев. То есть, грубо говоря, да, вы счищаетесь в мертвый слой клеток, но у вас как бы и кожа страдает, девчонки. Кожа сушится в это время, и вместо того, чтобы помогать, такой продукт действует наоборот. Ее потом нужно будет очень-очень мощно увлажнять. А зачем это делать, если можно обойтись без этого? Или зачем туда добавлять масло, если все равно непонятно, что на лице будет в итоге? Смысла не вижу. И вот отдельная песня «Вещи Малегина. 2,5 минуты». Обратите внимание, мы видим цифру 255 рублей на зачеркнуто, и крем уценен. Что сделали эти люди? Они уценили его тогда, когда он протух. Это город Ангарск. В торговом комплексе «Центр» у нас магазинчик этот расположен. В общем, по нормальной цене, сколько должен стоить этот крем вообще, они продают его уже протухший. Поэтому, девочки, кто всерьез заинтересован в том, чтобы косметика «Гринмама» работала на вас, я рекомендую вам покупать ее на сайте. На официальном сайте. Они очень всегда открыто идут на сотрудничество. Девушка, которая работает с блогерами, ее зовут Ирина. Я передаю Ирине большой привет. Вот, но пользоваться этим, к сожалению, нельзя. И даже на обувь это не очень мазать, потому что будет вонять. Вот. То есть, здесь полная туба, полная. Но, к сожалению, в продажу и по нормальной цене она поступила только тогда, когда продукт окончательно пришел в негодность. Итак, сейчас у меня в фокусе руки-ноги. Мой безусловный фаворит по рукам – это бархатные ручки. Брала, беру разновидности миллион. Какую-то часть брала в фикс-прайсе, какую-то часть брала в других магазинах. В общем, девочки, рекомендую. Бюджетно, качественно. Для визажистов и вообще всех людей, которые часто моют руки, это можно иметь прямо в сумочке. Сумочный вариант. Всегда намазать ручки. Всегда они будут ухоженные, красивые, замечательные и классные. Советы. Вот такой был крем с триклозаном. Ему 100 лет. Наверное, будет даже в обед. Таскается у меня он очень-очень давно. Израсходован наполовину. Могу ли рекомендовать. Ужасный запах. Не могу понять, работал он или нет. Брала в качестве эксперимента. И вот такой вот против мозолей натоптышей я задарила в прошлый раз Татьяне. Ну и поехали дальше. Это был сером с улиткой. Вот название фирмы вы видите. Это Корея. Со сроками годности все в порядке. Вот здесь такое маленькое зеркальце. Отличный флакон. Смотрится очень большим, если сравнивать его с другими. Но я знаю, что корейцы очень хитрый народ. Поэтому в огромной тяжелой бутылке, которая кажется наполненной, вот она Татьяне показалась наполненной, она, к сожалению, уже пуста. Сейчас мы попробуем что-нибудь из нее выдавить. Вот такая увлажняющая консистенция при постоянном уходе за кожей. Поддерживает кожу в отличном состоянии. Буду ли брать еще? Конечно, буду. Это продукт, который мне прислали на обзор. Корея Бьюти ЕКБ. Отзывы самые отличные. Обожаю. Рекомендую. Вообще все супер и все хорошо. Очень люблю. Но приходится прощаться с баночкой. Не поставишь же ее на полочку и просто будешь любоваться. Хотя нужно обязательно сфотографировать для Инстаграма. А это еще раз. Тарабара-бадабада-бадам. Берите это всегда. Если сравнивать жидкость для снятия лака с розой и ромашку. Все уже девочки, кто берет это в фикс прайсе, поняли, что ромашка лучше. Мицеллярка. Да, вообще отлично. Есть такой лайфхак. Используйте ее до половины. И в оставшуюся свободную часть можно вылить двухфазу от Гореньер. Вот. Работает прекрасно. Работает хорошо. Но ее нужно вдвое больше, чем мицеллярки от Гореньер. Поэтому как бы вот... Ну, в общем, сами понимаете. Так, вот этот крем я не рекомендую. Руки у меня сдали после использования этого крема на ровном месте, на пустом. Стоил он что-то там 20, может быть, 9 рублей. Казалось бы, бюджетная цена. Но я не рекомендую этот продукт. И это наша Невская косметика глицериновый. Когда-то это был бестселлер для России. Но сейчас все знают прекрасно, что глицерин вытягивает влагу из кожи. За счет этого смотрятся молодыми ваши руки. Но я не советую это брать. Только вообще какие-то экстренные уборки. Там, я не знаю, в перчатки, чтобы руки не сушили сами эти перчатки. Ну, в общем, я думаю, кому-нибудь пригодится. Так, а где наши вот эти гранулы? А, вот гранулы волшебные. Мне они не очень понравились. Идет как с витамином С. Брала первый раз в Китае. В принципе, работали хорошо и на мне, и на моих знакомых всех. Что-то произошло с брендом, что-то произошло с наполнением. Она не очень хорошая, эта штучка. Я не рекомендую ее тоже. Я, наверное, отдам это все для девчонок в приют для бездомных животных. Потому что они там очень много убирают. И у них руки в первую очередь страдают. Вот чтобы не было такого прям совсем удара для кожи рук. Тоже в момент уборки, я думаю, нанести это будет нормально. А вообще, девочки, я не советую брать. И на возрастной коже не работает. И вот сейчас Татьяна протестировала, сказала, что хочется смыть продукт. То есть, ни одной мне так кажется, что он не очень хорош. Это вот из той же серии, что корейский крем. Они были в общей такой большой коробке подарочной. Отличные продукты. Мне хватило при бережном использовании на год этих продуктов. При том, что я чередую косметические продукты. Я рекомендую эти два средства. И ищите в инстаграме Корея Бьюти ЕКБ. Я оставлю ссылочку обязательно внизу. Хорошие продукты. Для кожи 40-45 плюс. Вообще отличные. Поэтому все. Пальцы вверх. Пять звезд. Из пяти возможных. Продолжение следует...